Доброе утро! Варежка, по крайней мере, в моей ассоциативной памяти, это тот предмет, который вяжется сам. Поэтому даже наш слоган, или, как сейчас можно говорить, хэштег, звучит так. Театр нас связал. Дальше, второе, значит, второй мотив это то, что все-таки в варежке, как не в перчатке, все пальчики находятся вместе, оттого им очень тепло. Ну и третья причина, варежка может, в принципе, послужить даже той самой первой куклой, которую надеваешь, и может уже играть. Можно играть. Ну вот, в общем-то, те три самые первые причины. То есть спектакль можно и про название, мне кажется, снять, сделать. Можно, совершенно верно, даже спектакль сыграть из одних варежек. А как стать участником? Кто может стать вообще участником этого фестиваля? Участником может стать абсолютно любое творческое семейное объединение, которое подаст заявку с 20 января. Прием заявок мы начинаем именно с этой даты. Сам фестиваль состоится 25 числа. Главный принцип таков, это желание выступить семьей. Главное, чтобы вот этот творческий союз объединяли родственные связи. Может быть даже дальние. Могут быть даже и дальние дяди, тети, бабушки, дедушки, двоюродные братья и сестры. А это будет как-то проверяться? Нужно предоставлять какие-то документы? Ну, вообще, на самом деле, мы, конечно, в заявке просим указать родственные связи, потому что будет представляться семья с какой-то одной фамилией, названием своего вот этого маленького семейного театра. Ну, я думаю, если на помощь придет какой-нибудь сосед или соседка, но это будет не так уж страшно. Самое главное, что вот есть инициативная группа, которая уже изначально является семьей. А уже даже дело в том, что возраст не имеет определенного значения. Но если вашему ребенку вдруг вчера исполнилось 30 лет, это совершенно не ограничивает его в правах на участие в фестивале. А он до сих пор верит в Дедушку Мороза? Так это тот самый тот. Ну, по крайней мере, он верит в искусство. Хорошо, но если семья, это обязательно наличие детей, допустим, просто какая-то творческая пара, которая вот только что связала себя узами брака и желания. Абсолютно. Вы знаете, ну, безусловно, конечно, наличие в Творческом Союзе детей, конечно, приветствуется. Но если, как вы говорите, это молодожены, мы даже с особой радостью их примем. Кто знает, может быть, это станет как раз вот тем этапным рубежом для их семьи. Как говорится, отметим победу. Да, да, да. И назовем там и дочку Варечка. Кстати говоря, должен сказать, что программа фестиваля, она не носит конкурсный характер пока, потому что мы собираемся... То есть все победители будут? Ну, по крайней мере, все получат призы и дипломы. И мы уже ведем работу среди предпринимателей нашего города, которые уже согласились предоставить призы для наших участников. Поэтому я думаю, что как раз первый фестиваль, он, по сути, и не должен носить вот такого конкурсного характера. Мы просто посмотрим друг на друга. Прощупать почву. А постановки, с которыми театры новоиспеченные будут приходить, они сами делают эти постановки? Да. Но я должен сказать, что наши специалисты, специалисты театра, я имею в виду, это главный режиссер, главный художник, заведующий постановочной частью художники, в течение всего времени подготовки к фестивалю будут оказывать консультационную и практическую помощь. Это и в выборе литературного материала, и то, как подручные... Мы же понимаем, что в семьях много занятых людей. Как из первых подручных материалов сделать простейшую куклу? Как ее вести? Какие-то азы актерского искусства? То есть это все покажет? Все наши специалисты. Редактура пройдет. Вопрос, это должна быть кукольная постановка или люди могут... Ну, в силу того, что наш основной жанр это куклы, поэтому и фестиваль называется фестиваль семейных кукольных спектаклей. То есть нужно еще и куклы изготовить? Обязательно. Понимаете, тут в чем вся штука. Так как процесс создания кукол является самостоятельным, в общем-то приветствуется то, чтобы они создавали кукол сами. Поэтому мне кажется, это будет гораздо интереснее. Мы сами создаем своими руками то, что потом показываем на публику. Показываем, ну и, конечно же, придумывать какую-то классную историю. Кстати, истории могут быть и, собственно, сочиненными, так и взятыми из какой-то литературы. А можно прийти, вот просто прийти неподготовленными и уже вместе с актерами вашего театра как-то совместно, коллективно что-то придумать? Или нужно прийти уже конкретно со своей задумкой? Я думаю, что нужно прийти с задумкой, а мы уже в данном случае поможем эту задумку разработать. Все-таки, наверное, было бы не очень честно и справедливо по отношению к другим участникам, что кому-то наши актеры помогают, а кто-то делает это совершенно не так. Какой-то, так скажем, семейный бизнес-план творческий? Ну, вы знаете, главным критерием, в общем-то, является, конечно же, непрофессионализм. Главное, все-таки, это творчество внутри семьи. И как уж они его покажут, оценит авторитетный жир. А потом будут какие-то регулярные репетиции? Нужно будет приходить там определенное время? Обязательно будем проводить постановочные репетиции на сцене малого, на малой сцене нашего театра. Вот, то есть, сами спектакли будут показываться непосредственно на нашей сцене. Итак, заявки? Заявки с 20 января принимаются. Кстати говоря, количество заявок в силу того, что сцена наша тоже не очень велика, ограничено. А непосредственно с 10 февраля начинаются уже консультации. И 25 марта мы показываем на публику. Ну что же, я думаю, мы с удовольствием как раз в конце марта пригласим, пригласим и вас, пригласим, и очередную семью, которая поучаствовала в этом. Я очень, надеюсь, и приглашаю. Конечно, конечно. Ну что же, спасибо вам огромное. Всех семей мы приглашаем к творчеству, призываем практически к творчеству. С Павлом Николаевичем прощаемся, с вами же увидимся через мгновение. Дождитесь. Спасибо.